Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Хочу вернуться в детскую, осмотрю на свою детскую фотографию и аж бегут слезы. Такой коротенький у нас вопрос здесь получается. Что мы здесь имеем? Мы здесь имеем в первую очередь чувство ностальгии. Конечно же мы здесь имеем чувство ностальгии. Ностальгия это в принципе хорошее чувство, оно периодически возникает. Связано это с тем, что человек конечно, идя по своему жизненному пути, какие-то вещи забывает, какие-то вещи отказывается, которые для него были раньше важны. Человек, встречаясь, скажем так, с новыми вызовами, вынужден на них отвечать по-разному, вынужден реагировать по-разному. И в итоге это просто-напросто меняет самого человека. Это меняет самого человека. Это дает человеку необходимость быть другим. И это же способствует тому, что человек становится, в общем-то, не похожим на себя сам. Человек становится буквально другим. И когда он по какой-то случайности, по какой-то в силу каких-то обстоятельств сталкивается с тем, что он видит, как ему было раньше. То, конечно, это вызывает у него негативные чувства. Правда, нужно сказать, что чувства-то они не всегда негативные. Нужно обязательно отметить, что чувства бывают разными. И что эти чувства, я повторюсь, далеко не всегда являются именно негативными. Сейчас это просто такая слегкая светлая грусть, потому что в норме, в норме, человек меняется естественным образом. И когда он меняется естественным образом, то ничего такого, особенно плохого, конечно же, не происходит. Вот. Но. Часто бывает и так, и, видимо, это именно ваш случай. Когда чувство ностальгии, такой вот сильной ностальгии, да, связано с тем, связано с тем, что человек не просто забывает о себе, как мы сказали. А человек, что называется, хочет вернуться в какой-то период в своей жизни. Вот. Например, в детство хочет человек вернуться. И хочет человек вернуться в детство, потому что в текущем его положении, в текущем его состоянии, человек чувствует себя не слишком-то хорошо. Человек чувствует себя плохо. Человек чувствует какую-то угрозу, человек чувствует какие-то неприятные вызовы в себе. Вот. Человек ощущает какие-то неприятные чувства. Вот. И, связано это, конечно же, с тем, на мой взгляд, связано это, конечно же, с тем, что человек начинает брать на себя слишком много. Человек перестает обращать внимание на себя, на собственные желания, на собственные потребности. И это все раздает у человека ощущение дискомфорта. Вот. Причем ощущение, ощущение дискомфорта довольно сильное и серьезное. И именно это, именно это мотивирует человека к тому, чтобы хотеть вернуться в, в общем-то, прошлое. Туда, где было хорошо, туда, где было приятно, туда, где было комфортно, туда, где было, в общем-то, удобно. Вот. Именно с этим, как мне кажется, связано в данном случае, ваше такое вот ностальгическое чувство. И, соответственно, нужно понять, чего вам сейчас в вашей жизни не хватает. Нужно понять, в чем вы нуждаетесь. Нужно понять и увидеть, чем вам тяжело в текущей ситуации. Вот. И после этого нужно корректировать, в общем и целом, модель своего поведения. Чтобы она соответствовала тому, чего вы хотите. Вот. Эпи работает с личными границами, и с целями, и с приоритетами, и с возможностями. И с моделью выстраивания коммуникации с другими людьми. То есть довольно много всего. Это и воспитание заботы, заботливого отношения, бережного отношения к себе. Если раньше это давали вам другие люди, например, родители, или какие-то обстоятельства, или окружение, или какие-то условия в вашей жизни, то сейчас этого ничего не происходит. Может быть так, что человек не может отвечать на какие-то нормальные вызовы изменившейся жизни. В таком случае нужно учиться адаптироваться к этому и находить в себе ресурсы. В этом тоже может помочь психолог. Психолог тоже может помочь это все сделать. Было бы, что называется, желание. В своем коротком вопросе, точнее в тексте, вы не задаете вопрос. Какой у вас вопрос, собственно. Вот. Вы чего хотите, собственно. Поэтому давайте сформулируем его. Сформулируем ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Самое главное, хочу вернуться в детство. От чего? То есть я хочу вернуться в детство, я хочу сбежать. Куда? То есть детство для меня это что? И от чего я хочу сбежать? Обратная связь позволит нам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Желаю вам всего самого доброго. Так.